Впервые в экспериментальной клинике онкоинститута нам было предложено использовать скэнер аппараты для выяснения некоторых механизмов его влияния, поскольку в нашем институте было сделано очень крупное открытие адаптационных реаций организма, отличающихся от реакции стресс, и подведены теоретические основы влияния различных факторов физической природы, электромагнитных полей различных частотных диапазонов, при центральном воздействии на мозг и периферическом, и в различном диапазоне частот. Об этом я расскажу подробно в докладе. Мой доклад называется «Применение скэнер-терапии в экспериментальной клинической онкологии. Результаты и механизмы воздействия». Прежде всего, в настоящее время остро поднимается проблема создания новой технологической платформы в медицине. Однако предлагаемые инновации зачастую находятся в стороне от патогенетического подхода. Вновь возникает необходимость переосмысления взаимоотношений организма и опухоли, то есть анализа новых аспектов старой проблемы. После признания единства корпускулярной и волновой природы материи, проблема взаимоотношения опухоли организма может быть осмотрена с новых позиций. В широком смысле слова, волновые технологии – это способы воздействия на организм с помощью электромагнитных колебаний различных диапазонов частот, часть которых присуща самому организму. Обратим внимание на сходство широкого спектра ритмов внешней среды с аутоколебательными процессами в живых системах. Вот в организме представлены области резонансных частот ультрафиолетового радио- и низкочастотного диапазона, начиная от процесса синтеза белков, фермент субстратных отношений, электрического потенциала клеточных мембран, конъюгации хромосом, то есть от биовибраторов наноуровня до частот мозга, сердца, циркодианных ритмов. И если признать, что аутоколебание – одно из фундаментальных свой в живой материи, то нельзя отрицать возможность обмена информацией и управления на основе резонансных взаимодействий, учитывая, что организм – это открытая, саморегулирующаяся и самоорганизующая система. В норме ритмы жизнедеятельности относительно синхронизированы электромагнитными флюктуациями космогелио- и геофизических факторов. А что же происходит при прогрессивном росте опухоли? Хорошо известно, что опухоль конкурентно способна не только в отношении метаболических субстратов и энергетических, она трансформирует физиологическую согласованность ритмов в системах антиокислительной защиты, протеолиза, метахондриальной энергетики, провоцирует десинхроноз или гиперсинхроноз. Можно полагать, что опухоль, включающая различные ритмы деления клеток, образует свой собственный поличастотный контур, то есть является автономным осциллятором, образующим, кроме всего прочего, частотные помехи среди относительно согласованных ритмов организма, сужая и подчиняя их себе. Обратимы ли эти нарушения? Можно ли с помощью экзогенных электрических и магнитных колебаний инициировать сонастройку энергетического, перекисного, иммунного и структурного гомеостаза в организме? Решение поставленных задач обеспечивалось имеющимися в нашей лаборатории аппаратно-приборным комплексом, куда входили сертифицированные аппараты семейства «Спектр», начиная с первой по четвертую модель, анализаторы электрической активности мозга, энцефаланы 131 или 1926, микроскопы «Лейка» с компьютерным обеспечением и, конечно же, аппараты энерго-нейроадаптивной стимуляции, начиная со сканера 35-го, сканер 97, сканер 94, 97-4, используемые в эксперименте и клинике. Приоритеты регуляторного влияния сканер-терапии неоспоримы, о чем свидетельствует многолетняя практика фундаментальных и клинических разработок. Однако, исторически сложилось так, что в Ростовском онкоинституте в начале, еще в 60-е годы прошлого столетия, были исследованы сверхнизкочастотные магнитные поля. Воздействие СНЧМП осуществлялось на голову животного опухоленосителя, поскольку мозг, как генератор собственных колебаний, служит наиболее адекватной моделью рецепции сигналов электромагнитных полей. Так как магнитное поле – это мультипараметрический физический фактор, сначала была изучена роль силовой составляющей, интенсивности. И в диапазоне от 0,1 до 50 мл Тесла было обнаружено несколько оптимумов противоопухолевой активности, регрессии опухоли и торможения роста опухоли. Второе заключение свидетельствовало о максимальной эффективности нижнего диапазона ДОС, то есть так называемых слабых возмущений. Определив параметры интенсивности, мы начали изучение роли чистоты как основного носителя информации. ДИНАМИЯ 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 Продолжение следует...